МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну кто из нас во времена бурной молодости не мечтал сесть за руль? Поскорей бы, думали мы, сдать на права. Родители купят мне машину, пусть не новую, зато она будет моя. Куда захочу, туда и поеду. И вот заветный день настал. Водительское удостоверение на руках. Машина стоит под окном, тебе 18, ты молод, резок и неопытен. А теперь представь и осознай тот факт, что твой железный конь в неумелых руках может превратиться в настоящую машину для убийств. К такому ты был готов, мечтая о беззаботных вечерних покатушках? Причиной большинства ДТП с участием молодых водителей является сознательное нарушение правил дорожного движения. Это доказанный статистический факт. Зачастую ими руководствует излишняя самоуверенность и переоценка своих возможностей. Самоконтроль у таких горе водителей в основном отсутствует. Все это приводит к плачевным последствиям и страдают от этого невинные люди. Только в нашем регионе с начала этого года по вине юных лихачей произошло более трех сотен ДТП, в которых погибло 9 человек. От общего количества дорожных происшествий составляет примерно 40%. Подготовка оставляет желать лучше в автошколах. Человек, который получает водительское удостоверение, он сразу становится участником дорожного движения в качестве водителя. Прекрасно все со мной согласятся, прекрасно понимают, что очень сложное дорожное движение по причине большого количества автотранспорта, узких проезжих частей в нашем областном центре. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на днях подписал постановление, меняющее правило сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Посещение автошкол становится теперь обязательным. Самоподготовка больше не допускается. Это основной пункт, который теперь будут обязаны соблюдать как обучаемые, так и обучающие. Ведь зачастую в нашей стране за роль садятся люди, не знающие банальных правил дорожного движения. В связи с последними трагическими событиями, произошедшими в нашей области, этот вопрос стоит особенно остро. Стоит только несколько месяцев поездить человеку самый опасный период. Вот после полугода, когда человек думает, что он все уже понял. В эту субботу на автодороге Москва-Челябинск в Шасском районе произошло трагическое дорожо-транспортное происшествие, когда молодой водитель, женщина, 26 лет, при обгоне не справилась с управлением. Произошло дорожо-транспортное происшествие, столкновение с большегрузовым автомобилем, в результате которого погибла водитель, ее супруг, 31 год, мужчина, и ребенок, 3 лет. По какой причине человек, который еще опыта не набрался, с такой скоростью ведет свой автомобиль. Вот хочется привести пример дорожо-транспортного происшествия, трагического тоже, на площади Театральной, когда молодой водитель, 21 год, молодой человек, вот на огромной скорости двигался с стороны улицы, по улице Есенина, пересекал площадь Театральная, и 3 женщины-пешехода, которые в нарушении требований безопасности переходили на запрещающий сигнал, но тем не менее он не смог предпринять никаких действий, то есть вовремя затормозить, вовремя совершить какой-то маневр, объехать, подать звуковой сигнал. Привело к дорожному транспортному происшествию, он сбил данных пешеходов, вот, летальный исход, кто-то оказался в больнице. Водитель, имеющий представление о том, как вести себя в той или иной ситуации, проще говоря, с опытом управления четырехколесным транспортом, находясь в здравом уме, наверняка смог бы предотвратить трагедию, как в первом, так и во втором случае. Всему виной не столько отсутствие того самого опыта и здравого смысла, хотя и эти факторы стоят далеко не на последнем месте, но и некачественная подготовка водителей в автошколах. Вот по вашему мнению, подготовка молодых водителей на сегодняшний день проходит на уровне или же может было все-таки получше получать? Не знаю, даже не скажу сразу, но, наверное, может быть как-то, наверное, чуть-чуть получше. Но здесь зависит, наверное, от самого конкретно человека. У меня сдавала тетя на права и нормально все, водит хорошо. Сдала с первого раза? По-моему, со второго, но сдала. Обучение, я думаю, слишком короткое для большого города, и поэтому я думаю, что могло бы и качество инструкторов тоже должно быть на уровне. Мы можем и дальше ссылаться на судьбу, но факт остается фактом. Лихачество молодых горячих и пренебрежение элементарными правилами дорожного движения унесли сотни тысяч жизней. А если бы в автошколах юных водителей научили проецировать ситуацию с картинок в брошюрках на дорогу и пояснили, что на большой скорости в колею въезжать ни в коем случае нельзя, тем более на мокрой дороге, можно было бы спасти хотя бы часть из них. Действительно, в одной лишь Рязани насчитывается около 50 организаций, предоставляющих услуги по обучению водителей. Проследить за работой каждой из них в режиме нон-стоп не представляется возможным, поэтому чему там учат молодых и не очень людей, остается только догадываться. Посещают ли будущие водители курсы? Какой материал для них готовят преподаватели? Имеет ли инструктор необходимую квалификацию? Все это лишь вопросы, которые так и останутся неуслышанными, а ответы на них знают лишь те, благодаря кому они возникли. Коммерческие автошколы нередко лишь узаконенный способ отмывания и зарабатывания немалых денег, иными словами, очередная коррупционная яма. А ведь подготовить хорошего водителя, который не растеряется в сложной ситуации, готового к любым неожиданностям на дороге, коих будет великое множество, дело непростое. Улучшение качества работы автошкол – один из важнейших вопросов, которым сейчас занимается управление ГИБДД совместно с руководством данных учебных заведений. Для того, чтобы учить кого-то ездить, нужно уметь это делать самому и иметь необходимые документы, разрешающие преподавательскую деятельность. Мы в системе, в том числе образования Рязанской области, в преддверии 1 сентября и нового учебного года для себя приняли одну из главных задач – это повышение уровня самого педагога. Кроме того, в автошколах теперь будет вводиться урок психологии, ведь подготовить хорошего водителя, способного быстро адаптироваться к современным городским реалиям, не так-то просто. Ученики в основном надеются на своего инструктора, а стоило бы включать и собственную головушку. На моральную подготовку и раскрытие потенциала юных водителей и будут направлены эти занятия. Ну и, конечно, пора бы прекратить принимать бесчисленное количество учеников в один учебный класс. Ведь чем меньше слушателей у преподавателя, тем больше внимания будет уделяться каждому из них. Индивидуальный подход – залог качественной подготовки водителей. Много молодых сейчас водителей. Как по вашему, хамоватые они? Конечно, особенно девчонки. Вообще, конечно, хамство на каждом шагу. Вот сейчас далеко не ходить, прошли на зеленый свет, они едут. То есть нам зеленые, они едут. Мы стоим, ждем, потом бегом. У нас вопрос по поводу подготовки молодых водителей в городе. Насколько они соблюдаются правильно, насколько они готовыми выходят, поезжают на дорогу. Нет, совершенно готовыми не выходят водители. Абсолютно. Значит, ориентируются слабо по обстановке, нарушают правила дорожного движения, разметки. Илья – молодой водитель. Стаж за рулем чуть больше двух лет. За это время молодой человек побывал в дорожных передрягах семь раз, два из которых по собственной вине. Илья, вот ты, как молодой водитель, сейчас скажи мне, пожалуйста, в автошколе качество обучения было на уровне, или же можно было как-то вот чуть-чуть получше? Ну нет, качество, конечно, было на уровне, и всему, чем могли, меня научили. То есть уважать других водителей, да, включать поворотники вовремя и так далее. Но тем не менее, была одна история, скажем так, вот мне кажется, это был промах преподавателя, когда он нам рассказывает, это он рассказывает. То есть когда я еду и вижу, что уже горит оранжевый, я решила как бы пролететь. Она его пролетает, ее останавливает сотрудник ГИБДД, и говорит, что же вы нарушаете. А я ему говорю, что, а где я нарушаю? Он говорит, вы проехали на оранжевый. Он говорит, покажите мне в правах, где этот сигнал запрещающий, да? Вот. И он не нашел. И то есть у меня, как у молодого водителя, в мозгах отложилось, что это, ну, гуру мне рассказывает, да, что можно ездить на оранжевый свет. Обгон – это очень опасный, самый опасный, можно сказать, маневр. И ему не учат. Вот ты как с этой проблемой? Столкнулся? Конечно, столкнулся. То есть машина-то у меня была 75 лошадиных сил. То есть достаточно мало. И едем мы с отцом, отец у меня достаточно грузный, килограмм 100, наверное, 40. Вот. И я начинаю обгонять фуру. Я начинаю обгонять ее, и обгоняю. И я чувствую, что у меня педаль уже в полу, а я не успеваю, а навстречу у меня уже фура. И все. То есть если не уверен, ты потихонечку ехай и ехай. Если уверен, то, конечно, лучше дави на газ, да. Но, тем не менее, почувствовал, и было страшно. От кого ты в итоге учился и набирался опыту? Сам, то есть на своих ошибках, или же тебе кто-то подсказывал в итоге? Ну, на своих мне некому было подсказать. Ну, вот некому. У меня не было водителей, то есть я ни с кем не ездил. Поэтому как-то у меня, ну, вот сам, со своими ошибками, огрехами, да. То есть и семь аварий тому подтверждение. То есть было семь аварий? Пять из них не по моей вине. Вот. Но, тем не менее, вот две из них, да. То есть по моей, но тем не менее, о чем-то это говорит. Ага, но две, две, как они выглядели? Две, как они выглядели. Я просто сдавал назад. Я видел эту машину, которая стояла сзади, я просто сдавал назад. Вот. Ну, и не рассчитал, значит, расстояние, и поцарапал ей дверь, корло, снес зеркало. То есть я водил, да, месяца два, наверное. Если, скажем так, ну, себя не бережете. Помните просто, что вас дома ждут. Мама, папа, ваша дорогая, ваша мама, ваша дорогая мама. Я уж не знаю, с кем вы там живете, да. Вот. Помните, ждут. Если вас не ждут, ну, у вас нет, если никого, зайдите себе кота или собаку. Пусть он ждет и как бы вот живите ради него. Рассматривать проблему, из-за которой на дорогах погибают тысячи людей, собираются на нескольких уровнях. Конечно, многое зависит от желания и старания самих учеников. Однако главным образом, на наш взгляд, надо ужесточить требования к самой системе подготовки. Практика и еще раз практика. Вот, что главным образом требуется ученикам. А когда инструкторы сокращают время ее прохождения, сетую, например, на нехватку бензина или, что скрывать, буквально вымогая дополнительные деньги за индивидуальные занятия, свободное от работы время, это ни к чему хорошему не приведет. Да и не приводит. Но раз уж вы решили обзавестись водительскими правами, надо помнить, на дороге только вы отвечаете за все происходящее внутри вашего автомобиля. И все отговорки типа «я не успел» или «думал, проскочу» здесь не проходят. Так что, господа начинающие водители, будьте внимательны на дороге, не лихачите, не гоняйте и уважайте друг друга. Помните, дома вас ждут ваши родные. Это была программа «Объектив». Мы с вами скоро увидимся. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»